Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 февраля по-прежнему. Вот перед этим я только что говорила, как мы сеем перец, какие процедуры некоторые делают, какие некоторые процедуры не делают. И сейчас я хочу особенно остановиться на калибровке. Калибровка это отбор семян, то есть мы отбираем хорошие от плохих, схожие от не схожих. В качестве учебного пособия будут у меня вот эти семена, они с позапрошлого года у меня остались. Они безымянные, я не могу их никуда применить ни себе, ни людям, неизвестно что здесь. И как я думаю, это наверное последние урожаи, они немножко сорные такие, то есть я применять их не буду. И чтобы просто так их не выбросить в мусорное ведро, мы сейчас проведем калибровку. Везде, где пишут про калибровку, написано, нужно 30 грамм соли растворить в литре воды. 30 грамм соли это полная ложка, сверху я уже взвешивала, можете поверить мне на слово. И когда вот этот раствор соли мы сделаем, нужно просто поместить туда семена на 10 минут, 10-15. Но я сразу вам скажу, что многие так делают и выбрасывают половину схожих семян. Два года назад, когда я первый раз, начитавшись информацией в интернете, решила отделить хорошие семена от плохих, я вот так же замочила свои семена. Все, они разделились на две фракции, одни утонули, другие всплыли. Подождала 10 минут и все всплывшие семена я просто собрала ложкой в салфетку и выбросила в помойное ведро. Ну там, где я для компоста собираю все. И я о них благополучно забыла, еще радовалась, о как хорошо, хорошие оставила, а плохие убрала, так что при посеве, ну можно будет сеять как обычно, а не загущено. Но потом, когда я начала ведро выносить, чтобы выбросить, я увидела, что-то там как бы даже вот так вот, как будто шевелится. Я открыла эту салфетку, о ужас! Все семена, которые во время калибровки, я посчитала не схожими, не плохими, которые были всплывшие, они все до одного семечка взошли, ну вот вообще буквально все. Потом уже дальше, когда я искала более подробную информацию в интернете, я прочитала, не во всех статьях это написано, там написано, что Будьте очень осторожны, что все семена имеют разный процент влажности, и некоторые, например, крупные фирмы во избежание каких-то неприятностей, то есть там появление плесени, отсыревания семян, они пересушивают, даже выше ГОСТа, выше стандарта, высушивают свои семена, чтобы как можно дольше сохранить, ну их в хорошем, в качественном виде, чтобы они нигде-то там не испортились, ну сами, не знаете, бывает как темнеет, плесневеет. И что если вы такие семена купите магазинные, и вот таким способом начнете проверять, они почти все у вас всплывут, и через 10 минут они не утонут. Они не утонут, потому что они пересушены. Семена перца, они очень долго намокают, набухают. И вот я хочу вот этот эксперимент привести. Сейчас я камеру выключу. Я впервые после двух лет, как открыла канал, скачала программу видеомонтаж, и попробую, вот этот будет видеоролик первый, который я попробую обрезать, из двух слепить, не знаю, получится или нет. Если получится, значит вы увидите этот видеоролик, если не получится, значит нет. Я сейчас выключу, через 10 минут я включу еще раз, покажу вам, как я отсортировываю все, потом слеплю эти два куска, и будет одно полноценное видео. И эти семена я не буду выбрасывать. Я их также положу, создам те же условия, что и вот два года назад, в мокрую тряпочку, и мы потом посмотрим, насколько работает этот метод калибровки, и можно ли ему доверять. Потому что этим методом пользуются многие, и очень часто люди советуют. А вы проверьте семена вот так вот, рассоедините на два слоя. Но я на своем опыте знаю, что это не всегда правда, что не всегда стопроцентный результат, и скорее всего, вот в этих верхних семенах половина будет еще, таких жизнеспособных, схожих, что этим методом нужно пользоваться с осторожностью. Вот эти семена у меня лежали два года. Ясно, что они сейчас какие-то упали, но большая часть у меня вверху. Я думаю, что здесь все-таки хорошие есть семена. Это мы увидим потом, будем ждать, когда они прорастут. Сейчас я покажу, как я их отделю, а потом все-таки я их буду проращивать. Ну вот, прошло у нас 10 минут, и как я и ожидала, семена все, конечно, не опали на дно, и наверху осталась большая часть пакета. Сейчас я их все, как вот по совету, который в интернете дается, сейчас я их все уберу и типа выброшу. Ну что говорят, их надо выбрасывать, они не всхожие. Сейчас они успокоятся немножко. Но я их выбрасывать не буду, я вот приготовила такой лоточек, влажную тряпку постелила. Они тут полежат у меня с неделю. И я потом вам покажу результаты, сколько семян из тех, которые нам советуют выбросить, окажутся жизнеспособными и вполне пригодными. Я вот в тот год выбросила много семян, о чем сильно пожалела. Теперь я способом вот таким, калибровка семян в соляном растворе, никогда не пользуюсь. Особенно весной. Ладно, можно летом я, да, осенью пользуюсь, когда эти томатные семена делаю, когда они свежие, влажные, когда их только из томата вытащишь, и вот так вот в воде, какая-то часть очень мало их всплывает наверх, это значит, они точно пустые, незрелые. Все, вот это количество семян, как вы видите, осталось не очень много там, большая часть ушла вот сюда. Но все-таки по советам вот тех, кто пишет в интернете, что это наилучший способ калибровки, отсортировки семян, схожих от невсхожих, пишется, что это все семена, семена, всплывшие в соляном растворе, это невсхожие. Ну, подождем, посмотрим. Все, будем ждать. До свидания. Желаю вам научиться тоже выбирать способы, проверять их и испытывать на себе. Только тогда вы будете знать, что это точно работающие способы. Субтитры создавал DimaTorzok